МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новиниргийон» у студии Павел Савицкий. Вітаю вас, глядите вы в этом выпуске. Те запотребованные практики в Могилеве провели больше за 300 кермашов вакансий, кольки беспроцовных вздорили працовут кавацца. Почуть и побачить, як працуются радыщики и якую махчимость отримают могилевчане на воды юбилею Радуя Могилёв. Гучить у першинёв Могилёве, что такое меса мира и як на музычные палитры яднаются с светной религией подробностей у Татьяны Сергейчик. Коля 9 тысяч человек наведали кермаши вакансий, и такую статистику приводят у могилевских мабл-ваканками. Подобная практика оказалась вельми запотребованной. У регионе провели больше за 300 кермашов, и многим яны и насамрежда помогли знайсти працу. Яща недавно Святлана была беспрацовной. После вертания уродной Могилёв треба было починать новую сторонку життя. Работу шукала месяца четыре. Коли пришла на кермаш, особливых иллюзий не тримала. Завод «Электроруховик» пропонавал вакансию табельщика. Жанчина сгадилася с радостью. То, что я искала, вот примерно это, вот так вот произошло, что повезло, и эта вакансия была. Работа с людьми, вот именно, у меня большой опыт. Это нужно проводить, потому что можно побеседовать непосредственно, не выезжая куда-то на предприятие, с представителями этих предприятий, посоветоваться. Худка Яна заняла посаду инженера по подрыхтову цикадров. Дарычи на той кермаш вакансии, «Электроруховик» выставил, коля 20 вакансий. Очень большое количество людей обратилось в тот же день, но где-то порядка 10 человек, это точно. Мало того, что приезжали, но еще и звонили. И, значит, ярмарка дала свои результаты, но где-то по результатам проведения ярмарки мы приняли, ну, где-то, наверное, человек 15. Шлях до праца латкованья складается с многих факторов. Удача безымовна не опошняя, али упартости и жаданья дают свой плен. А еще, кажут специалисты, важно уметь шукать працу, для некоторых самостоянная пошыка долго безвыняковая. Тому кермаши вакансий – это шанс. Ярмарки вакансий, они, может быть, дают возможность ближе познакомиться со спецификой того иного предприятия. И на одной площадке сразу представлены представители многих нанимателей. То есть ты заявить можешь о себе буквально в нескольких позициях. У в области на улику у службе занятости каля 5 тысяч человек, а вакансии – о мальше с половой тысяч. Разом с тем есть специфичная профессия. А часом адукация сыскальника не подходит наймальнику. Теперь, например, на рынку потребуются будовники и медработники. Илья Соболев, Катерина Городницкая, Александр Тарасов. Новины региона. У третий инновационный республиканский проект уступила 34-я средняя школа Могилева. Тема – виртуальные экскурсии по школьному музею. Его автор – наместник директора школы Галина Беляева. Педагог, что год распрацовывая презентации и проекты для большепленной эдукации в Ушневу и не только своей школы, а и всей Беларуси. Поспехи и достигнений Галины Беляевой отзначены на республиканском узровне. Ее и улику 37-й педагогов в Беларуси уручили Державную узнагородную медаль за операционные заслуги. Про инновации и поспехи в научальном процессе моя коллега Кристина Каранкевич. Вверху представила лента времени. И пользователь может выбрать свой алгоритм, который расскажет о продвижении немецко-фашистских захватчиков по территории Беларуси. Интерактивная карта обороны Могилёва да поможник на уроку гістории Галины Беляевой. Его автор сама наставница, упевнена, информация наглядная, повышает якость научения школьников. У додатку, який постоянно обновляется, и материалы по гістории, обороны Могилёва и тести. Усё, как оптимизовать научальный процесс и сделать его больше продукционным. Я постоянно ищу новые методики преподавания и стараюсь таким образом работать, чтобы облегчить жизнь не только моим ученикам, чтобы они на уроке поработали максимально, а дома им было достаточно повторить, но и своим учителям, своим коллегам, педагогам. Треба исти в нагу с часом, лечить наставница. Сучасная программа и цикавые проекты повинны быть на каждом уроку, и дети я ее поддерживают. Галина Николаевна, если она рассказывает о каких-то исторических событиях, она как будто бы сама там присутствовала, и это всё так живо выглядит, что это не может не понравиться. Иногда уроки проводим мы, чтобы легче запомнить материал. Мы объясняем им так, как нам понятнее и, соответственно, им понятнее. Выкладая Галина Беляева и громадство знавства, а теперь она разом с вушнями рыхтуется до Олимпиады. За годы працы у ЕС Карбонцы больше за полсотни перемог у районных и республиканских Олимпиадах и три степендияты спецфонда президента по потрымце талинавитой молоди. А еще и широк проектов, которые берут за приклад у инших школах республики. Теперь у 34-й школы Могилева працуют над новым проектом створения виртуальной экскурсии по школьному музею. И до их уже долучилось 13 школ и детячих садков Беларуси. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новин Региона. Супрацовники Могилевской мытни долучились до доброчинной акции в школу с добрым сердцем. Молодь правоохочей структуры сбирая шитки, оловки, альбомы для малевания и фломастеры. Школьные прилады мытники передадут детям с малозабеспеченных семей. Супрацовники мытни кажут, что эта акция выкликла у их интерес. Люди у погонах подошли до ЕС Креатива. А кроме канцелярских прилад, яны подрыхтовали для детей шмат паштовок с пожаданиями поспехов в новом научальном годе. За рыбалку криминальная отказность. Она поражает Жихару Быховского района. Его затримали инспекторы природы Аховы подчас незаконного здобывания рыбы. Высветлилося, что все лето мужчина притягивался до администрационной отказности за аналогичное правопорушение. В этот раз он опять ловил рыбу двумя сетями, длина которых составляла 100 метров. В связи с тем, что правонарушение незаконной добычи рыбы совершено повторно в течение одного календарного года, в отношении задержанного решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если первый раз он был привлечен к ответственности в виде штрафа, то теперь ему грозит ответственность уголовная. Это уже либо исправительная работа сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев. Не только почутили и побачить, как работают радыщики. Такую мощность отримают могилевчане с нагодой юбилея Радио Могилев. Радыщики рихтуют до 20-ти годы основания властной радиостанции неотвычайную фотовыставу. Я надлежусь Рады внутри. Телевизионные коллеги ивеншуются Радио Могилев с юбилеем и, конечно, не упустили шанс побывать на фотосессии. Чтобы отражение было, понимаешь, вот это мне кадры еще очень нравятся. Присутность на опрационном месте фотообъектива для Максима Строухова зьява незвыклая. А леделя юбилею он готовы пойсти на эксперимент. Начальник отдела радыщани отказывая за музычное, а дзене рады, як усе остатние, намагается, каб рады у Могилев за уседы было якосным и запотрабованным. Радио Могилев стильное, модное и всем нужное. Гэта так званая репортажная здымка. Радыщики за працованными месяцами. У кадры тое, что они робят кожный день. Фотограф нават не потребует занадто позировать. Хучей быть самими собой. Посмотри в окно, погода какая. Вот, отлично, прекрасно. Радыо Могилев сёння гэта больше за три десятки проектов. Круглосуточное эфирное вящанье, эксклюзивный контент для своего слухача. А ещё профессийная команда, якая и робить радыо Могилев. Радиостанция – это что? Конечно же, это прежде всего наши любимые слушатели, друзья, которым я говорю ещё раз всем огромное спасибо за любовь, преданность и за приятные эмоции, которые помогают делать свою работу. 20 лет – это действительно уже говорит о многом. Это значит, что радио Могилев состоялось. И действительно нас любят, нас слушают. И у нас действительно классная команда, которая делает классный продукт. И готовы идти вперёд. Мы все радуемся этому празднику. Естественно, у всех у нас приподнято настроение накануне этого праздника. Все мы его ждём. Восьяны – радыщики. Их наскрозь бачить Олена Бузук. Ей працовать на радыо приемно, як Николи. Я тоже начинала с радио. Так что это и мой праздник тоже. Так что радио Могилев – это прекрасное радио. Юбилейная фотовыстава – справа отказная. Радыщики успримают процесс с настероженностью и цикавостью одночасово. Особливо арехтовалася жанучая полова радио Могилев. Как для любой девушки, к этой фотосессии готовиться было. Это можно сравнить, например, с подготовкой к свадьбе. В этот день мы тоже старались сделать красивую прическу, красивый макияж, выглядеть эффектно, замечательно, так, чтобы произвести впечатление. Ну а радио Могилев умеет производить впечатление. Снимают именно всю нашу кухню, всю нашу подмоготную. Смотрят в наши чашки, что мы пьем, как мы ходим, куда мы ходим, о чем мы разговариваем между собой. И это, конечно, первый опыт, очень интересно. Фотовыстава открыется 15-го вересня. У день, коли у 1997-м годе у Промы эфир со своими пазауными вышли ведучие уласной радиостанции. Я набуде працовать у городской библиотецы Могилева имя Карла Маркса. На сердце, на душе, любовь, любовь, любовь к родному любимому радио, самому лучшему в мире. Шановные сябры, завжды слухайте радио Могилев. Заставайтеся с нами на 96.4 FM. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, Новина региона. Новый театральный сезон для могилевчан пошнется наприконцы вересня. У репертуары могилевско-драматичного, як премьеры, так и вядомые глядачу спектакли. 20 и 21 вересня до уваги могилевских театралов сучасный Мастацкий театр в Минску. И одразу две комедии «Дом уверх дном» и «Шаленые хроши». Официйное открытие юбилейного 130 сезона стартует 23 вересня с ностальгичной комедии «Каски Старого Арбата». Спектакль широко знаемый могилевскому глядачу. У версии режиссера Александра Дольникова знакомитая пьеса Алексея Арбузова пераутворилась у добрую «Каску». Тут есть место для смеху и светлого сумму, каханню и творчести, молодости и сталости. А вот первая премьера юбилейного сезона «Гистория каханья непотребных людей» в постановце режиссера Андрея Гузия по одной из самых добрых и оптимистичных пьес у Владимира Лицкого «Дурочка» и «Зэк». Меса мира. Вядомый музычный твор британского композитора Карла Дженкинса в першине прогучить в Могилеве. Г этой ораторией городская капелла 7-го вересня открывает новый сезон. Музыканты кажут, твор довольно смелый и он доступный не каждому профессионалу. По дровязности у Татьяны Сергеичек. Аратория «Меса мира» написана до миленіума и одразу принесла яго аутру Карлу Дженкинсу сусветную славу. Твор стал классикой. У яго основе католичная имша, якую композитор объеднаў с іншыми крыницами, народными песнями середня веча, розных культур. Дааса аутарства прытягнул тры основные сусветные релихи – християнство, иудаизм, ислам. Это произведение, которое звучит уже на протяжении 20 лет на подмостках Европы, в первую очередь, потому что оно было сочнено в конце 20-го века. В этой музыке действительно постоянно звучащий призыв к миру на фоне церковных служб различной конфессии и говорит о том, что мы должны любить друг друга. Меса мира Дженкинса – довольно складанный тым часам магутный твор, у им объеднаны классичные и сучасные гармонии, что прытягвае слухача. Мы с этим впервые сталкиваемся. Обычно мы играем классику, а здесь более интересно, что-то новое. Гэтым твором Могилёвская капелла вырешила сделать подарок аматорам духовной музыки до юбилея города. И до своего юбилея 15 лет тому капелла отримала юридичный статус. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов. Новины региона. За 100 шагов до вечности. Сборник вершов с такой назвой выпустил могилёвский поэт и выканал табардовской песни Яуген Жданов. У структуры сборника 99 вершов разных периодов его жития. Головные авторские темы – пейзажная и философская лирика, и, конечно, каханная. Сборник вышел невеликим таражом у 20 экземпляров. Яуген Левадзе увоходить у российский и интернациональный союз письменников. Её номинант у сроссийских премий «Наследие», «Русь моя» и «Поэт года». А вот в 2016-м стал дельником литературного фестиваля «Пушкин» в Британии, по выниках якого у вайшоу у тридцатку лепших. В 2016-м году у меня был такой плодоносный год, очень много публикаций, общения с критиками, с известными критиками российскими, из Англии. Поэтому указания на мои ошибки, я их принимаю, эти указания, стараюсь следовать всем советам, которые мне дают профессионалы. Я еще больше интересных новин, смотрите на нашем сайте tvrmogilio.by Нагадим, я с вами разведываюсь, спасибо вам за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин